Это Любовь Соболь. Госдума вела наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Законопроект об этом сегодня был принят в третьем чтении. За проголосовали в основном депутаты от Единой России. По этому законопроекту в качестве наказания для физических лиц предусмотрены штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы от 20 до 100 часов и арест до 15 суток. Для юридических лиц штраф от 250 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для граждан будет от 150 до 300 тысяч, срок обязательных работ до 200 часов, арест до 30 суток. И тут сразу возникает вопрос, что депутаты-единороссы понимают под вовлечением. Вот если Алексей Навальный скажет видео «приходите на митинг» и на этот митинг придет подросток, это будет считаться вовлечением или есть какие-то критерии? Хотелось бы их знать заранее, они уже в суде. Но это частный вопрос, а главное, что это очередной запрет по митингам. По конституции у граждан России есть право собираться мирно и проводить собрания. Но в реальности это право ограничено. По закону, который приняла все та же Госдума, для проведения митинга нужно получать согласование у чиновников, а те под разными предлогами акции не согласовывают. Например, отправляют куда-то на окраину города и организаторы сами отказываются. Или говорят, что все площадки заняты. И можно сколько угодно спорить и доказывать, что в центре можно митинговать или что выбранная площадка свободна, но факт в том, что если они решат отказать, то смогут отказать практически всегда. Вот, например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов так и заявил, что они не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг и что они и в будущем не собираются это делать. Вся эта ситуация с перевернутой логикой. Власти не должны выискивать любой повод для отказа в митингах. Они должны предпринимать меры для обеспечения прав граждан и помогать людям проводить акции. Помогать, понимаете? А не запрещать разгонять и сажать на 30 суток. Ну и, конечно, видно, как наши чиновники по-разному относятся к разным политическим силам. Единороссам можно шествовать по центру Москвы, Алексею Навальному согласование на митинг на Тверской давать не хотят. И в этом тоже перевернутая логика. Чиновники должны соблюдать законы вне зависимости от их политических предпочтений. Это же государство и оно должно работать на всех, а не только на единую Россию. Прекрасна Россия будущего. Люди будут иметь право выходить на митинги и чиновники не будут им мешать под надуманными предлогами. А депутаты будут заняты написанием законов, которые помогут сделать жизнь лучше, а не только изобретать очередной запрет или штраф за митинги. Ритейлеры и транспортные компании предупредили Медведева о росте цен на продукты из-за подорожания топлива. Об этом сегодня сообщает коммерсант и другие СМИ. Весной в России был резкий рост цен на бензин. Чтобы его остановить, правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен. В ноябре СМИ писали, что цены заморожены до весны. Однако это привело к непредвиденным последствиям. Сохранив розничные цены на бензин, крупные компании начали сокращать или отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Если вам кажется, что это проблемы только корпоративных клиентов, то вы ошибаетесь. Из-за этого могут подорожать продукты, ведь в них заложена стоимость доставки и транспортных услуг. Как пишет коммерсант со ссылкой на письмо Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, а это может привести к заметному росту цен на розничные товары. А ведь с 1 января цены на продукты и так должны вырасти из-за повышения НДС до 20%. Напомню, что НДС – это налог, который включен в цену продуктов. То есть при покупке какого-то товара мы платим 18% в качестве налога. При росте этой цифры должны вырасти и цены. Это подтверждают и компании-производители. Это в то время, когда россияне уже тратят на еду больше 30% своих доходов. Или вот согласно недавнему исследованию РИА-рейтинг, каждый пятый работник в России получает менее 15 тысяч рублей. То есть люди и так уже экономят на всем, чем только можно. И тут им такой подарок – рост цен на продукты. И что делать непонятно. В прекрасной России будущего так быть не должно. Россия – богатая страна. У нас есть нефть, газ, территория и много чего еще. И поэтому мы точно можем сделать так, чтобы люди получали больше и комфортно жили. Они с трудом выживали, экономя на продуктах и залезая в долги. В Генеральной прокуратуре подтвердили, что осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз жил в колонии, вольгоднее других заключенных. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной. По его данным, Цеповяз нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены для использования заключенными. Это и телефон, и мангал. Напомню, что Вячеслав Цеповяз один из лидеров Кущевской ОПГ, которая много лет терроризировала станицу Кущевскую на Кубани. Ее лидером был Сергей Цапок, поэтому часто эту группировку называют бандой Цапков. В ноябре 2010 года они совершили массовое убийство, убив 12 человек, включая четырех детей. Такое жесткое преступление вызвало резонанс на всю страну. Владимир Путин, комментируя его, заявил, что в случае Кущевской все органы власти оказались несостоятельными. В итоге Цапков посадили на длительные сроки. Сам Сергей Цапок получил пожизненный срок и умер в тюрьме. А вот Цеповяз получил 19 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима и сейчас отбывает свой срок. И в каких условиях отбывает, мы узнали благодаря фотографиям, которые появились в интернете. На них Цеповяз ест краба, жарит шашлыки и вообще чувствует себя явно неплохо. После выхода этих фото СИН заявила о проверке, а глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать жесткую оценку действиям сотрудников колонии, где сидит Цеповяз. И как видим результат, проверки есть. По крайней мере, генпрокуратура подтверждает факты, о которых ранее писали СМИ, а также сообщает о возбужденном уголовном деле. Спасибо, конечно, но вновь хочется спросить у прокуроров, а никому, кроме сотрудников колонии, связицы по Вязам и Цепками у вас вопросов нет? А то вот еще в 2015 году Алексей Навальный выпускал расследование про генпрокурора Юрию Чайку и его сыновей. И среди прочего в этом расследовании говорится, что Ольга Лопатина, бывшая жена зам генпрокурора Геннадия Лопатина и совладелица гостиницы в Греции вместе с сыном Чайки, имела бизнес-связи с женами Цапка и Цеповяза. Лопатина свою связь с Цапками опровергла и даже заявила о подделке документов. Но вопрос, а что это такое вообще, как так вышло, остается. В прекрасной России будущего следствие на такие вопросы будет отвечать, публично и перед обществом, так, чтобы люди были уверены, государство есть, и оно стоит на страже законов и прав граждан. И не может быть такого, что много лет в станице действует банда убийц, а правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит. Это была Любовь Соболь. Подписывайтесь на наш канал.